МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Спокойствие, только спокойствие". Эксперты рекомендуют не поддавайтесь панике. -"Когда мы владеем информацией, уровень тревоги должен снизиться". Сообщения о фонариках со взрывчаткой расходятся в городских чатах. Паркуются на страх и риск и гадают, не заберет ли машину эвакуатор. -"Эвакуатор катается, забирает машину". Жителям новостройки на улице автомобилистов негде парковаться из-за запрещающих знаков. Подозреваемый в грабеже заключен под стражу. -"Ого, почему? Чем? Чем?" Ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Лучшая семья столкнулась с трудностями. -"Я осталась в долгах, как бы. Два с половиной миллиона, у меня еще висит долг". Мать 11 детей после развода испытывает серьезные финансовые проблемы. Возможно ли ей помочь? В эфире новости Юго-Восток и Татарстана, в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. В мессенджерах и соцсетях альметьевцы обсуждают сообщения о взрывных устройствах, похожих на карманные фонарики. К фото целого и якобы разорвавшегося СВУ прилагается текст с правилами техники безопасности при нахождении предмета и просьба распространить сообщения дальше. Волей-неволей граждане вовлекаются в процесс. Не натыкались на сообщения о взрывных устройствах, которые замаскированы под фонарики? Нет. А если бы вдруг наткнулись или, может быть, вам кто-нибудь прислал, какая была бы ваша реакция? Ну, наверное, сообщила бы куда-нибудь в полицию. И по мнению самих правоохранителей, это самый разумный подход в ситуации. Сразу звонить по знакомым номерам 02 или 112. Запрос в поисковике по ключевым словам выдает несколько ссылок от СМИ из разных регионов страны в разных временных отрезках. Правоохранительные причастные ведомства по всей стране опровергают сообщения. И, как говорят специалисты, такие новости нужны лишь для одного – посеять панику в обществе. Парадоксальная ситуация. То есть информация, когда мы владеем информацией, уровень тревоги должен снизиться по логике. Страх уходит так, это принцип. Но с другой стороны, смотря какой информации. Самое первое сообщение, которое выдал наш поиск от 3 марта из Мелитополя. Следом за ним 6 марта федеральная медиа опубликовала опровержение. Подтвердили недостоверность новости власти Ленинградской области, а до них это сделало МВД Дагестана. К концу месяца новость добралась до Лобни в Мособласти и Екатеринбурга. И с минимальным отрывом на днях дошла и до Альметьевска. И касаются эти сообщения самых уязвимых категорий граждан. Вчера в Воронеже прохожий поднял паспорт, оторвало руку. Объясните эту информацию детям и пожилым членам семьи. Несмотря на то, что это оказалось очередной информационной атакой, повседневная осмотрительность не отменяет. Если бы заметили, какая была бы ваша реакция? В первую очередь, скорее всего, бы добавил данного пользователя в черный список и никак бы не реагировал. Правоохранители советуют не подбирать с земли любые предметы и, как всегда, о подозрительных находках сообщать по назначению. Параллельно силовики через все доступные каналы связи предостерегают граждан от контактов с мошенниками всех мастей. Прошлым мартом в Альметьевске уже были сообщения о самодельных взрывных устройствах, а в феврале этого года по городу прокатилась волна сообщений о готовящихся терактах в образовательных учреждениях. И еще немного о том, чем махинации опасны для общества. Из 447 всех совершенных преступлений в Альметьевском районе, 271 приходится на категорию в сфере информационных технологий. Большая часть из них – мошенничество. Махинации всех мастей уже стали частью повседневности как правоохранителей, так и граждан. Какие схемы чаще всего используют мошенники, почему они так хорошо работают, и есть ли связь между бумом таких преступлений с правовой и экономической безграмотностью населения. Эти вопросы мы задали прокурору города. И это тоже. Есть какой-то страх быть обманутым. Безусловно, мошенники – тонкие психологи. И они чувствуют уже из разговора, готова ли потенциальная жертва на совершение определенных действий. Поэтому и главное требование – это не требование, а просьба, а может даже требование действительно прервать разговор. В дальнейшем мошенники действуют по уже избитым методическим алгоритмам, на которые попадаются, и на выловки попадаются потенциальные жертвы. Он такой пестрый, то есть это не зависит ни от возраста, а от социального статуса. К сожалению, наверное, уже разные категории населения попадаются под эти выловки. Но вызывает вопрос, и в прошлый раз мы задавали и себе, и аудитории, почему гражданин, которому сообщают о том, что его родственник попал в ДТП, решается, по сути, идти на преступление, дать взятку. И он даже не задумывается об этом. Ведь первоначальные действия должны быть таковы – дозвониться до родственника, если не дозвонился, позвонить в дежурную часть, узнать, совершено ли ДТП в таком-то месте или нет. И вот эта слепая вера, затуманенный взгляд, зор и голова, все-таки для нас это непонятно, почему это происходит. Ведутся они дерзко, уверенно. У них есть уже заготовки на определенные вопросы. То есть, вы правильно сказали, человеку не дают просто остановиться, подумать. Он постоянно в движении, он должен совершать определенные действия, либо говорить. Говорить, как буквально устраивать допрос. Они действуют же ковровым методом иногда. Можно ли сравнить их с сектантами, представителями строительной организации? Наверное, можно. То есть, они распространяют тысячи рестовок, 20 человек заинтересуются, из них 5 человек попадет в секту. То есть, какой-то КПД, хоть небольшой, он имеется. В данном случае, вот вы же говорили, что если лицо задает вопрос, уточняющее, мошенник бросает разговор с ним и не видит в нем уже жертву и переключается на другого. Подозреваемый в разбойном нападении сейчас находится в изоляторе временного содержания при отделе полиции. На прошлой неделе правоохранителя задержали подозреваемого в разбойном нападении. Неизвестный попал на камеру домофона во время совершения преступления. Мужчина прошел несколько метров за своей жертвой, после чего достал нож и потребовал наличные. Купюру девушки не оказалось и начавшееся было разбойное нападение быстро перешло в домогательство. Злоумышленник не оставлял попыток, дабы деньги отправлял потерпевшую в банкомат. Их общение продлилось примерно 6 минут. После чего разбойник удалился, рекомендовав одной по улице ночью не ходить. Примерно через пару месяцев дело отправится в суд. Перед этим работникам системы правосудия нужно будет определить, где это время проведет задержанный – дома или в следственном изоляторе. Предъявленное ему обвинение грозит ему 8 годами лишения свободы. Жителям новостроек на улице автомобилистов негде парковаться из-за запрещающих знаков. Они пожаловались, что в их дворе слишком много парковочных мест для инвалидов. Оставить машину вдоль дороги тоже не получится. Там установлен знак «Парковка запрещена». Жители недоумевают, зачем им столько инвалидных мест, если у каждого дома есть свои. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Этот автомобиль сделал несколько кругов вокруг дома, но так и не нашел, где встать. Парковочными местами здесь проблемы. Возле 11-го дома на улице автомобилистов есть большая парковка для людей с инвалидностью. Местные жители уверены – в таком количестве мест для особой категории водителей нет нужды. Здесь же парковки очень много. У каждого дома своя парковка и каждые инвалидные места есть. При доме есть инвалидные места. В данном случае, я скажу, очень много знаков лишнего переделали. Допустим, взять мой угол. Один инвалид, я знаю, он паркует место по-правильному, а остальные места просто уставать должны. Машина паркует, несмотря на запрещающий знак, хотя по правилам за это положен штраф – 5000 рублей. Но это полбеды. Водителю может грозить дополнительное наказание. Машину могут забрать на штрафстоянку. Но оставляют машину на страх и риск часто. Больше негде. Оставить машину вдоль дороги тоже не получится. Там установлен запрещающий знак. Я здесь остановился буквально на 5 минут. В основном там оставляют, да. Потому что здесь эвакуатор катается, забирает машины. Парковочных мест инвалидов много, а инвалидов у нас очень мало. В основном здесь самая большая часть инвалидных мест. Не хватает. А так все забито, все машины стоят здесь в этой стране. Эвакуатор сам нет, не видел, не встречал. А так говорят, да, сообщения в группах были. Потому что приезжают, снимают, эвакуируют машину. Для домов этого района есть и другая общая парковка. Там проблем с местами не бывает. Разве что до нее дойти нужно. На это нормально. Ну, зимой только то, что этот еще, там сугробы, вот это только осталось. А так, для этого нормально. В управляющей компании разъяснили, что жителям нужно обратиться в городскую администрацию, чтобы количество инвалидных мест сократили и закрепили их за конкретными владельцами. Управляющая компания не является застройщиком МКД. Соответственно, его не вводят в эксплуатацию. Все предусмотрено согласно проектной документации застройщиком ООО «Еврострой Холдинг Плюс». Дорожные знаки согласовывались с территориальным подразделением ГИБДД. Эксперт в области ЖКХ Дмитрий Романов разъясняет, решить проблему жителям можно, взяв все в свои руки. Для начала нужно провести собрание жильцов. Сейчас в дворах все это практикуется, что надо провести собрание и принять решение, что эти инвалидные места убираются и оставляются только за определенными людьми, которым действительно нужно. Если на собрание удастся прийти к единому мнению, то затем следует обратиться в администрацию. Тогда парковочные места возле дома перестанут быть проблемой для местных жителей. Маргарита Трегубенко, Ильин Урзалятов, Новости Юго-Востока. Лучшая семья столкнулась с большими трудностями. Речь о Даишевых из Альметьевска и определение «лучшее» не просто эпитет. Эта многодетная семья получила такой статус во всероссийском конкурсе. В ней воспитываются 11 детей, один из них приемный. Даишевы жили в большом частном доме. Но вышло так, что супруги развелись. После развода дом пришлось сменить на квартиру площадью 60 квадратных метров. Многодетная мама закрыла маленький бизнес, а весь ее доход уходит на погашение долгов. Мама и 11 детей собираются за большим столом. Десятерых Лилия родила сама. Младший сын – приемный. Женщина рассказала, что стать многодетной мамой она не планировала. Вы знаете, это шло потихоньку, как бы все понарастающе, понарастающе. И как-то само к этому пришло. То есть прям стремительно я к этому не стремилась. А как-то вот жизнь сама дала такой поворот событий. В жизни семьи случился еще один поворот. И он оказался крутым. Супруги развелись. Лилия осталась одна. Десять детей живут с ней. Старший сын проживает отдельно. Он же оформил ипотеку на квартиру, которая стала новым домом до Ишевых. До этого семья жила в частном доме. Он тоже был куплен в ипотеку. И после развода деньги от продажи пошли в счет оплаты долга. У меня было свое ИП. Пришлось закрыть ИП. Ну и как таково остались без дома. Так как раздали долги. И еще я осталась в долгах. Два с половиной миллиона у меня еще висит долг. Зарплаты у меня списывают 50%. Из-за погашения долгов на жизнь семье из 11 человек остается немногим больше 30 тысяч рублей. Поддерживают близкий и бывший муж. Проблемы у семьи и с транспортом. Его просто нет. Поэтому дети редко выбираются куда-то дальше двора и образовательных учреждений. Поездки на такси, учитывая количество детей, для бюджета невыгодны. Кроме того, в новом учебном году школьников у Даишевых станет еще больше. Плюс у меня в этом году девочки четверо идут, первый класс. Как бы мне уже, как бы я сейчас думаю, где бы мне разместить стол, чтобы дети могли делать уроки. Может быть, в какой-то трансформе что-то. Пока не знаю, в голову ничего не приходит. Одна из дочерей Рината уже ходит в школу. Девочка скучает по прежнему большому дому. Несмотря на юный возраст, она уже по-взрослому рассуждает, почему этого дома у семьи нет. Мечта – это, чтобы у нас был свой дом. Потому что нужно платить за него. И всегда здесь неуютно. Платить Даишевым нужно и за коммунальные услуги, покупать детям одежду, школьные принадлежности и многое другое. Никакие пособия и льготы семья не получает. И иного механизма, который облегчил бы жизнь семьи, просто не существует. Возможно, процедура банкротства помогла бы снизить финансовую нагрузку. Но сопровождение юриста тоже стоит денег. Соцзащита после нашего запроса предложила консультационную поддержку семье и дала контакты юриста. Процедура банкротства – один из инструментов избавиться от долгов. Это официальный закон о банкротстве. Как раз для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Ситуацию Лилии Даиши можно таковой назвать. Процедура списания происходит в арбитражном суде РТ в городе Казани. Юрист Наил Резванов пообещал заняться вопросом семьи и помочь им избавиться от долгов по закону. Полное сопровождение для семьи будет бесплатным. Елена Бауровна, Узалятов, Новости Юго-Востока. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. И это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. Путешествие в недалекое прошлое. На сцене криминальная драма. Родители проверили на себе. Папа и мамы будущих выпускников сдавали ЭГЭ по истории. Альметьевский драм-театр стал на один вечер немного кинотеатром. Постановка «Час суда» – премьера нового сезона, первый в истории татарского театра киноспектакль. На два с небольшим часа он перенес зрителя из современности в недалекое прошлое. Конец 90-х, начало нулевых. Криминальная драма задействовала почти весь актерский состав театра. «Час суда» или, если переводить дословно название оригинала, «Те, кто убили Фахри» – произведение нового формата – киноспектакль. По первым реакциям зала можно подумать, что на сцене легкая комедийная зарисовка. Детективные, а может даже и мистические нотки, начинают доноситься до зрителя, когда один из персонажей на самый простой вопрос не дает прямого ответа. Автор оригинального романа «Чисто татарское убийство» и пьесы для спектакля Равиль Сабиров, он же Равиль Сабыр, причислил свою рукопись к жанру «не детектив». Работал он над ним с перерывами почти 15 лет. Произведение не документальное, история вымышленная, а не случайные совпадения нужны в первую очередь для правды жизни, уточняет писатель. Некоторые герои этого произведения, один, один они, конечно, не списаны, они тоже обобщенные образы, но некоторые истории с 90-х там присутствуют. Там даже есть названия группировок реальные. В центре повествования истории старых друзей и счёсты студенческой скамьи. Их криминальное прошлое и более законопослушное настоящее. Один из них — школьный учитель, второй гендиректор фруктовой компании, третий — менеджер германского автоконцерна. В постановке участвуют почти все актёры Альметьевского драмтеатра. Если не на сцене, то на экране. Рассказ поделён на две части. Прошлое, воспоминания, фильм — настоящее, актёры играют живьём. Мы их прямо вот лепили, рожали, создали. Скажем, мы там видим наших знакомых, всех наших знакомых. Это, в принципе, это спектакль про целое поколение конца прошлого века. И вот сегодня это поколение на нашей сцене отчитывается перед своим народом. Не только вот перед зрителями, а оно отчитывается, оно делает выводы, какие она сделала ошибки, какие сделала хорошие дела. Кто убийца на самом деле, как в классическом детективе «Дворецкий» или как в произведениях «Новой школы он всегда за кадром» или «Злодеев несколько» и «Кто такой Фахри?» Чтобы ответить себе на эти вопросы, лучше прийти в театр на следующий показ. А теперь узнаем, какая картина дня нарисовалась в других городах Юго-Востока. На связи Лениногорск. Здравствуй, Тимур. Коротко расскажу о последних событиях в нашем районе. Лениногорцы присоединились к соболезнованиям в связи с терактом в Крокус-Сити-Холл. Жители выражают свою скорбь, принося к памятнику Владимиру Ленину свечи, цветы, игрушки. Люди разделяют боль трагедии со всей страной, принимая участие в акции памяти о жертвах теракта под названием «Журавли». Они делают бумажных журавликов и делятся их изображениями и видео в соцсетях. Наркоситуация в Лениногорском районе остается напряженной. Об этом говорили в мэрии. Запрещенные вещества поставляются автотранспортом из Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов. Продажа идет через интернет. Наиболее распространены сейчас синтетические наркотики. Это в основном мифедрон. Полицейские ведут борьбу с наркоторговцами, но их трудно поймать. Трудное задержание таких лесов условно тем, что поставщики никогда не видят мелких поставщиков, а те потребители. Так как все общие происходят в интернет-ресурсе телеграмм. А запаски с наркотическими средствами производят в заброшенных садах, огородах, лесных массивах, частном секторе. И они будут замечены как сотрудник полиции, так и камеры видеонаблюдения. В школе номер 7 прошел день сдачи ЕГЭ родителями. Мамы и папы школьников могли на себе испытать, как будут сдавать экзамены их дети. Акция проводится в восьмой раз. Организаторы объяснили правила проведения экзамена, ответили на возникшие вопросы. Одна из тем разговора – как справиться с волнением. Нужно настроить своих детей на то, чтобы они не боялись. Нужно самим также не бояться, потому что наша тревожность передается нашим детям интуитивно. То есть накануне экзамену нужно хорошо погулять, прогуляться, выспаться, с утра плотно позавтракать и с хорошим настроением отправляться на экзамен. Настроить их нужно положительную работу на то, что мы их любим. Сказать еще раз слова любви, поддержки, что они для нас самые важные, что есть в нашей жизни. Перед тем, как приступить к экзамену, родители прошли все обязательные процедуры. Им предложили сдать экзамен по истории. При желании результаты участники могут узнать у организаторов. За клетчатыми досками сошлись студенты трех учебных заведений Лениногорска. Участников набралось немного – всего шесть человек, три девушки и три парня. Одним из победителей стал 16-летний Захар Плюта. Парень окончил шахматную школу. Говорит, благодаря игре у него развилось особое мышление. Думаешь, продумываешь наперед, что будет. Шахматы вообще во многом помогают в жизни. Среди девушек отличилась Аделия Касимова из филиала КНИТУ КАИ. В командном зачете третье место у музыкально-художественного педагогического колледжа, второе – у политехнического колледжа. На первом – КНИТУ КАИ. Сегодня родители будущих выпускников проверили силы в сдаче единого государственного экзамена. В 2024 году участникам предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по истории. Не остались в стороне папы и мамы выпускников из Бавлов. Подробности в материале. В одной руке паспорт, в другой – ручка с черными чернилами. Сегодня родители выпускников на собственном примере. От начала до конца смогли ощутить процесс сдачи ЕГЭ. Взрослые проходят через все процедуры экзамена. То есть они регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, какие меры предпринимаются на пункте приема экзамена. Даже контрольно-измерительные материалы были подготовлены строго по регламенту. Каждый из них уникален, поэтому фальсификация исключена полностью. Их распечатали непосредственно перед экзаменом в присутствии участников акции. Родители проходят экзамен в сжатом формате, знакомясь со всеми уровнями заданий. Тестирование длится около часа. Школьники живут задавать экзамен по истории на протяжении трех часов. Оценки родителей остались втайне. Да это и не важно. По словам организаторов акции, главное – обеспечить для будущих выпускников правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. А это школьникам действительно понадобится. Ведь пройти всю процедуру ЕГЭ непросто даже взрослым. Я немножко поштудировал, подготовился, чтобы мне не было стыдно перед своей дочерью. И всю ночь там переживал. И сегодня пришел, и даже когда зачитывали, все это вроде волнительно. И даже вот дыхание немножко, сердце билось чаще. Но все равно я постарался выполнить задание, как мог. Не все в памяти сохранилось, конечно. Все это, цифры, даты, уже это все давно мы изучали. Принять участие в акции смогли не только родители выпускников, но также бабушки и дедушки. Кашифа Валикова закончила школу 50 лет назад. В этом году 11 класс заканчивает ее внук. Волновалась сильно. Было такое волнение. Но в то же время нас успокаивали, что это ни к чему не обязывает. Что это для себя. Но в то же время я рада, что смогла немножко вспомнить даты какие-то. Какие-то то, что было в каких-то годах. Там Столыпинский, вот это вот вспомнила. Теперь своим опытом сдачи пробного ЕГЭ взрослые могут поделиться с детьми. А настоящие экзамены начнутся с 23 мая. А Иголька Драфикова была от Минязов. Новости Юго-Востока. В Заинске начался капремонт жилых домов. В этом сезоне в программу вошли 20 многоэтажек. Первым стал дом номер 10 на улице строителей. Ход работ проверила специальная комиссия. Сюжет Елены Мавриной. Работы по капитальному ремонту начались в доме номер 10 по улице строителей. Пока не закончен отопительный сезон. Работы будут проводиться в подвальном помещении. На этом доме запланирована замена инженерных сетей, ремонт отопления, стояки горячей и холодной воды и канализации. Общая сумма работ на данном объекте запланирована на 7 миллионов 990 тысяч рублей. Сейчас идет замена инженерных сетей в подвале. После окончания отопительного сезона начнется замена стояков с 1 по 5 этаж. Всего по плану капитального ремонта на этот год замена системы тепловоснабжения запланирована в 4 домах, в 2 замена системы водоснабжения и канализации, в 10 многоквартирных домах поменяет крышу, в 1 предстоит работа по усилению фундамента и замена лифта. Качество проводимых работ находится под постоянным контролем. По мере выполнения работ мы приезжаем, смотрим, даем замечания. Потом подрядчики начинают подписывать акты выполненных работ и в конечном счете завершаются актом приемки дома в эксплуатацию после завершенного капитального ремонта. Изменятся в этом году не только коммуникации дома, но и дворовые территории. Здесь появится спортивный комплекс, это станет возможным благодаря программе «Наш двор». Что жители здесь хотят видеть, они выбирали сами. Будет на детской площадке установлен спортивный комплекс для детей и будут для уже взрослых и детей спортивные тренажеры. В остальных домах работы начнутся согласно утвержденного плана. Завершенные они должны будут к середине августа. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Юго-Востока. Здесь еще представитель исполкома, товарищ. Посмотреть выпуск полностью можно на нашем сайте. Не забывайте подписываться на наши соцсети и отправлять нам темы для будущих выпусков. На сегодня это все новости, завтра будет больше. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»